Субтитры делал DimaTorzok Три хозяйки в одном доме. Как уживались в русских избах? Про семейный быт Леонид Федорович рассказывал еще очень и очень много. Приезжайте и услышите сами. А нам, судя по всему, пора и честь знать. Откуда лучше начинать знакомство с новыми городами? Если вы хотите увидеть настоящий, красивый Сергеев Посад, такой, какой он есть, то нужно непременно посмотреть на него с высоты птичьего полета. Сейчас так и сделаем. Все это узнаем в новом путешествии по большой стране. Приветствую в большой стране. Снова с вами Маша, Машенька, Мария. Сегодня мы с вами порассуждаем об истоках. Согласитесь, о человеке многое можно сказать, если знать, где он жил, в каком доме. В этой программе мы сначала отправимся в Сергеев Посад, чтобы узнать про дом выдающегося графика Владимира Андреевича Фаворского. А затем плавненько переместимся в село Коптелово Свердловской области, чтобы посетить старейшую деревянную избу России и проникнуться крестьянским бытом. Итого у нас получается чуть меньше 4000 километров из Севастополя. Отправляемся прямо сейчас. Знаете ли вы, чей это дом? Я к своему стыду всего год или два назад узнала, что в этом доме располагалась последняя квартира вице-адмирала Кормилова. Здесь он поселился 26 сентября 1854 года. То есть прожил он там всего 10 дней до своей трагической гибели на Малаховом кургане. А затем здесь жил Павел Степанович Нахимов. Но мемориальная табличка говорит только о Кормилове. А вот про этот дом любят рассказывать учителя литературы. Ну, мы во всяком случае рассказывали. Спасибо Борису Майичу и в целом Первой гимназии. Конечно же, это дом, в котором жила у своего деда Анна Андреевна Ахматова. В этих домах нет памятных квартир, они не превращены в дома-музеи. Там живут обычные севастопольцы. Ну, если севастопольцы могут быть обычными. Но в них до сих пор сохраняются определенные отголоски прошлого. Как будто присутствует частица великого человека. Наверное, поэтому приятно спокойно гулять по центру города. Бегать не надо. Надо прогуливаться, чтобы ощутить и прочувствовать все существующее наследие. А его у нас с вами накопилось немало. А вот в Сергиевом Посаде сохранился дом выдающегося графика Владимира Андреевича Фаворского. В этом доме у него в гостях часто бывали Павел Флоренский и Михаил Пришин. А теперь можем и мы рядом там прогуляться вместе с Инной Акентевой. Поехали! Каким быть Сергиеву Посаду? Мне кажется, что пока не ответишь на вопрос, каким он был, не узнаешь, куда идти дальше. Сначала ищешь ответ на вопрос, кто мы, затем какие мы, потом почему мы такие. И дальше еще, и еще вопросы. И уже становиться невозможно. Говорят, Сергиев Посад – это город уходящей натуры. Судя по техническому состоянию этого дома, возможно, и так. Но каждая мемориальная табличка, а их в Посаде очень мало, как раз напоминает нам о том, кто же здесь жил. В этом доме в 1925 году поселится семья Фаворских. Знаменитый график, народный художник Советского Союза, лауреат Ленинской премии. Что это были за года? Узнаем в программе. Чтобы понять, прочувствовать масштаб личности Владимира Фаворского, мы встретились с художником Татьяной Киселевой. Она родилась и выросла в Загорске, с отличием закончила техникум игрушки. Училась на отделении графики у ученика Фаворского в бывшей Строгановке. То есть Татьяна Киселева и Владимир Фаворский, как принято говорить сегодня коллеге, только разделяет их без малого – лет сто. Вот я взяла дось, инструменты лежат здесь. Как бы начало работы. Вот досочка покрывается, просто тонируется разбавленной тушью и наносится рисунок. Вот мы вот так вот резцом режем и проводим такой белый втрих. Вот он получается белый, вот такая стружечка идет. Фаворский печатал на тоненькой бумаге, потому что он притирал или ложечкой, или костяной такой лопаточкой, притирал эту бумагу и получался отчиск. Я печатаю на станочке, то есть это плоскопечатный станок, две такие плиты, вот я туда кладу досочку с бумажкой и прижимаю. Вот как пишет о Фаворском в своей книге «Под покров преподобного» краевед Татьяна Смирнова. В течение жизни Фаворский много занимался гравюрой, преимущественно ксилографией. Сделал очень известные иллюстрации к слову о полку Игореве, к Борису Годунову и маленьким трагедиям Пушкина. Работал он и как театральный художник, занимался также монументальным искусством. Он оставил много учеников. Его друг, художник Павлинов, как-то сказал, обращаясь к одному из них. «Вы должны понять и осознать все великое счастье свое. Не то, что вы у него учитесь, а что вы можете сказать, этот человек существует, и я стою возле него и могу дотронуться до его одежды». Справа каменные перила, слева канат, за которые тоже положено держаться, чтобы не упасть. Вполне возможно, что по этой лестнице неоднократно поднимался отец Владимира Андреевича Фаворского, Андрей Евграфович Фаворский, который семью перевезет сюда, в Сергиевский посад, в 1919 году, спасаясь от голода и неудобств революции. В 1920-м ему, как образованному человеку, дадут место бухгалтера в комиссии по охране памятников старины и культуры Троицы Сергия Вилавры. Это будет такая предтеча нашего музея Сергия Посадского. Десять лет спустя на эту высоту будут подниматься его дети и внуки. Потому что если вы хотите увидеть настоящий, красивый Сергиев Посад, такой, какой он есть, то нужно непременно посмотреть на него с высоты птичьего полета. Сейчас так и сделаем. Пойдем вот сюда. Я-то человек спортивный, я говорю, я 55-й раз. Мы на третьем ярусе, колокольни Троицы Сергия Вилавры. Я не случайно поднялась сюда на третий ярус, потому что сохранилась одна из картин сына Владимира Андреевича Фаворского, Никиты Фаворского. Он рисует Сергиев Посад как раз вот с той точки мы видим под темной крышей плотничью башню. Вероятнее всего Никита стоял как раз на стене между церковью Засимой и Саватей и плотничьей башней. Владимиру Андреевичу будет трое детей. Старший Иван, средний Никита и Марья Владимировна, полная тезка его супруги. В этот дом семья приедет в 1925 году. Здесь на втором этаже до 1925 года живут их друзья, а когда они уедут, освободится квартирка и семья, состоящая из, собственно, самого Владимира Андреевича, его супруги, детей, матери Владимира Андреевича, переедет и 14 лет будет здесь по-своему счастлива. Кстати, Владимир Андреевич Фаворский только часть из этих 14 годов проживет в этом доме, потому что дадут ему в Москве маленькую комнатку как преподавателю, и работать всю неделю он будет там по 12 часов. Знаете, оказалось, что графики – это каторжный труд. А сюда он будет приезжать на выходные. Здесь будет его любимая мама, благодаря которой он, собственно, возьмется в свое время за художественное творчество. А для его детей она станет любимейшей бабушкой. И дети потом в своих письмах, воспоминаниях как раз будут говорить о том, что Сергеев Посад и вот этот дом на Кооперативной, в первую очередь для них – это бабушка, которая своими чудесными, узкими, благородными руками разливала чай, которая любила цветы, которая часто их рисовала. Очень хочется, честно говоря, зайти внутрь этого дома, посмотрим, что от него осталось. Я точно знаю, что дом пережил пожар. В этом доме, кстати, очень много друзей Фаворского всегда собиралось. Они… Такая была шумная, прелестная интеллигенция. Они здесь с Пришвинами дружили. Боже, как интересно. Оказывается, что дом внутри еще частично деревянный. Честно признаюсь, что вот сюда, во двор, захожу крайне редко. Все заросло. Не каждый город может похвастаться тем, что человек такого таланта и такой величины жил в нем. Не знаю, стоит ли этот дом хоть в каком-нибудь списке культурного наследия, но сегодня, пожалуй, в Фаворском помнят только вот эти старые деревья. Творчество Фаворского, оно очень неоднородно. Как творческий человек, всегда находился в поиске. Он говорит, нельзя же всегда все одинаково, да. И его ранние работы очень сильно отличаются от поздних. Ему хотелось как-то осовременить, что ли. И, допустим, мы возьмем по оформлению работы, вот книга Руфь. Знаменитая его Руфь. Да, книга Руфь. А почему он отказался вот от этой точности, там каждый листик вырезать, каждую волну? Он говорил, что если все дерево проработать вот так вот тщательно, то вот эту вот драгоценность мы просто не увидим. Она потеряется вот в этой общей массе. А когда мы даем пятно более условное рядом, то вот эта вот вся драгоценность, она выходит. Вот на первый план. И многие, конечно, вот эту вот условность, они не понимали. Его обвиняли, особенно в 30-е годы, в формализме. Когда он потеряет работу, когда ему запретят преподавать, очень тяжелые были для него перемены. Или как раз гонение на формалистов, должен быть реализм. Но он вот в любом реализме хотел найти какую-то поэтичность. Когда я стал гравировать, писал он, и должен сказать, что гравюра, которая у меня получилась, мне не понравилась, потому что заяц вышел очень реальный. Это вот как раз разговор о реализме. Через чему реальный? Да, реальный. Но чем-то он был нехорош. Мне казалось, что его можно разглядывать, шуба такая, строение такое, все так, как надо. Но больше ничего, кроме вот этого реализма, больше ничего. Да, можно было сказать, что признаков отрицательных у него не было. Но он никак не был поэтическим заяцем. Он был реалистичным, но не поэтичным. Поэтический заяц, друзья мои. Поэтические заяцы выглядят именно вот так. А ему нужен был реально поэтический заяц. Конечно, потому что это детская тема. Нельзя же детей без поэтики оставить. Да, который рассказывал бы о смертных полях, о морозах, о порослях осенних. Фаворский не переставал работать, пока двигались руки. Уже тяжело больной, когда лишь самые близкие люди с трудом могли различить едва слетавшие с его губ слова, он диктовал свои мысли об искусстве. Потому что всегда, с тех пор, как вошел в мир искусства и понял красоту его, хотел, чтобы другие также видели его. Хотел научить их видеть этот мир. Улица Фаворского в Сергиевом посаде есть. Но никто не смог не ответить на вопрос, когда она появилась. Предположительно, вроде бы в 50-е годы, но потом появляется известие, что вроде бы в 70-е. Так что, дорогие мои, будете гулять со мной на экскурсиях, если есть у вас точная дата. Буду за нее очень признательна. Честно говоря, вот на этой улице Фаворский точно никогда не жил. Может быть, проходил, конечно, бывая в Сергиевом посаде. Но дома его здесь не было. Поэтому причина, почему одна из самых больших улиц в Сергиевом посаде была названа его именем, так и останется тайной. Кстати, сегодня улица Фаворского ведет в сторону нового городского кладбища. А Некрополь – это моя давняя тайная страсть как историка. Вот в следующей программе и приглашаю вас на старое Никольское кладбище. Ты живешь не в сегодняшнем дне, ты живешь во всех этих историях. И ты понимаешь, что твой мир вот из такого маленького превращается вот в такую огромную. Итак, о высоком, духовном мы с вами сегодня порассуждали. Давайте вернемся обратно, к земле. К земле матушки. Интересно же, как с ней надо общаться, как с ней работать надо. Для того, чтобы узнать, чем крестьяне последние 300 лет обрабатывали землю, предлагаю отправиться в деревню Коптелово, где собрана огромная коллекция предметов быта и орудий земледелия, рассказывающая нам о жизни и быте крестьян. Так что поехали вместе с Владимиром Шахриным и группой «Чай» в Посвердловской области. Ну и заодно заглянем в дом, которому уже 300 лет. Хочу вас сразу предупредить, что экскурсовод Леонид Федорович говорит очень быстро. Так что будьте внимательны, чтобы узнать, почему косу должен был выбирать только мужчина с музыкальным слухом и как можно судить о девушке по ее лбу. Вперед! Эта история началась летом 2014 года. Группа «Чай» со своими домочадцами решила отправиться в так называемое путешествие выходного дня. Мы поехали в деревню Коптелово, чтобы посетить музей сельского быта, там же в Коптелово. Музей произвел на нас колоссальное впечатление. Еще большее впечатление произвел хранитель музея, экскурсовод Леонид Федорович. На наше счастье, с нами в тот день была съемочная группа. Дома, посмотрев всю эту историю, мы поняли, что это интересно. И сегодня мы отправляемся еще раз в Коптелово, чтобы снять какие-то крупные детали, чтобы снять недостающие элементы и в конечном итоге смонтировать и сделать кино. Итак, я предлагаю вам вместе с нами отправиться в деревню Коптелово, Свердловская область. Будет интересно. Ой, да люди добрые, гости полюбовные, званые, незваные, усатые, добродатые, холостые, женатые, милости поросим, заходите, не пожалейте. Коль времечки имеете, будьте как дома, не стесняйтесь, по музею нашему прогуляйтесь. Здравствуйте. Вот вся группа чаев приехала к вам в ваш замечательный музей, на экскурсию. Итак, рот. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. С вами сегодня работать буду я, зовут меня Леонид Федорович. Прежде чем с вами начнем работать, мы должны договориться. Первое мое условие. Вот как только начинаю говорить, вы постараетесь меня внимательно слушать. Вот желание поговорить, скажите, а помолчу, перебивать вас не буду. Второе мое условие. Кто себя считает красивым, тот во время экскурсии на меня смотрит. Кто немножко страшной, может отворачиваться. Как только отвернулись, я буду знать, что вы страшные. Третье мое условие. Я никогда не спрашиваю, откуда вы приехали, я вам в этом скажу, когда будете уезжать. Мы каждый день поведение каждой группы кладем на правую чашу весов или на левую. На правую чашу весов это из нормальной школы с неплохим семейным воспитанием. На левую это из школы с уклоном. Родителям, педагогам привет передаю из этой организации, больше никогда ко мне не приезжают. И последнее. Как только я вам надоел, он сверкнуть или не смотрит, мне тихонечко зашли, шептнули, сказали, мужик, ты надоел, вы в машину, я домой, больше никого не задерживаю. Если согласны, то пошли работать. Он, дари, 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 он, дари, дари, дари. Не знаю, как вы, а вот когда я вспоминаю свою золотую юность, когда не хотелось идти на занятия, мы с лекцией бегали в кинотеатры, а в то время в кинотеатрах шел фильм, который назывался «Щит и меч», и там все время из-за кадра спрашивали, с чего начинается Родина, с чего начинается Родина. Так вот для коптеловцев вроде начинается с этого Родника. Вот уже три с половиной столетия самой чистой Родниковой водой питается вся близлежащая круга. А вот коптеловские девчонки все знают, что если этой водой умываться, то им до старости никакая штукатурка на лицо не потребуется, нечего будет замазывать. И никогда наши женщины в магазинах не покупают никакой ленор, чтобы белье пахло морозной свежестью. Они знают, что в любое время года надо прийти в эту избушку, белье прополоскать, но так же нежно, как мужская рука будет лежать на груди. Кто не верит, тот может на себя испытать. И по многочисленным просьбам женщинам под это чудо-дерево положен не менее чудотворный камень. Говорят, если женщины за этот камень поддержатся, то у мужиков в некоторые места каменная твердость вернется. А мужикам-то не надо? Да у мужиков-то нет этой проблемы-то. Ну, может и не надо, а я на всякий случай подержусь. Ну так, на далекую перспективу. Камушек. Ун-да-ри-ду-ри-дали. Ун-да-ри-ду-ри-дали. Выставка сельхозорудий и агрегатов. По крайней мере, так написано. Пошли. Здесь мы рассказываем, чем последние 300 лет крестьянин обрабатывал землю. Одно из самых древних орудий, которое дошло до наших времен, это рассоха двухрогая. И вот такими металлическими оральниками рыхлили землю. И отсюда фраза «Перекуем мечи» наорала. И всего полтора века назад у крестьянина появилась саха, которая не только рыхлила землю, но благодаря лемеху с отвалом она переворачивала пласт земли, дав возможность ему отдохнуть. В марте месяце еще вовсю по полям гуляли метели, а крестьянин должен был на Евдокию выйти во двор за саху подержаться. Это считалось хорошим признаком урожая. А на самом деле мужик смотрел, не сломана ли правая глобля, потому что он долго ходит по лесу, пока найдет березу с таким изгибом. А лошадь должна идти по борозде, плуг должен идти по целине, поэтому сместить направление линии действия силы. В 1925 году по улицам нашего села прошел первый трактор «Фордзон». И чтобы показать мощь этого трактора, на Первомайский праздник из-за него засыпили несколько телег, на телеге посадили ребятишек и женщин и катали по улицам села. Старики плевались и говорили, если спашите землю трактором, молоко у коров будет пахнуть керосином. Тем не менее трактор остался, а для трактора была изобретена уже тракторная селка. С Петрова дня в июле всегда было пусто, зато в поле было густо. И традиционно на Руси сено заготавливали с помощью вот этой косы-горбуши. Почему называется горбушей? Потому что крестьянин должен был горбиться, низко наклонившись к земле. Но чем она была удобна, она косила без холостого хода. Когда дошли, развернулись и в обратном направлении косите. Ну и что, что, горбитесь? Зато волки разбрасывать не надо. И только Петр Первый обязал Русь-матушку уже косить с помощью специальной косы. Вот она. Кстати, где на Руси литовки-то производили? Ну, я так говорю, я в Литве. Единственный завод на всю Россию-матушку был на Урале в городе Арти. Артинский мет, она летает. На базар за литовкой ходил только тот мужик, у которого был хороший музыкальный слух. Он должен будет проверить литовку на сжатие и обязательно послушать, как она поет. Выбирайте, какую мне сегодня купить. Ну, браво. Браво уже нет. Вот это вот. Браво уже нет. Да вот это вот. Нет. Ничего нет-то. Но она глухая. Но я ее 17-й год продать и не могу. Глухая. Вот это для меня новость, что к Литве-то литовка не имеет никакого отношения. Наша Артинская. А вот к августу месяцу у крестьяна было три заботы. Ему надо было еще сено косить. Ему надо было уже розжать. Ему надо было розж сеять. Поэтому розжать выходили только женщины. В руках у них был серп. И первый сжатый сноб хозяйка должна была сохранить до Рождества. В Рождество она принесет, ее поставит красный угол избы, чтобы семья в новом году снова была с хлебом. А вот мужики практически никогда не помогали женщинам сжать рожь. Почему? Ну, видимо, в бабье дело. Потому что рожь растет ровно год. И два передела посев и уборка совпадают одновременно. Поэтому женщины уходили рожь сжать, мужики уходили рожь сеять. Точно так же, как женщины никогда не помогали и никогда не помогает мужикам сеять горох. Почему? Они его и не едят. Нет, не знаю почему. Потому что мужики горох сеют ногишом. Да ладно. Чтобы горох знал, каких размеров расти. Женщина садит капусту. Вот она как сядет на грядку, какая вмятина будет, такой качан вырастет. Проверьте. Понятно. Чем дороднее женщины... Чем красивее, тем... Просуста будет больше. Высушенные снопы их надо было обмолотить. Поэтому обмолочивали их с помощью вот этого простейшего устройства, которое называется... Цеп. Цеп. На глиняном полу расстилали снопы, ударяли по колосу, зерна выколачивали. Сейчас я езжу, но никто не молотит, учителя только в аренду берут. Говорит, хорошо, на четвертой парте достаешься. Это племя надо. Серьезный бой, как называется? Измерительный прибой, урожай на Руси. Петров, наверное, что? Намолотили столько-то... Пудов. Значит, это пудовка. Нагребли полный, вам взвешивать не надо. Вы знаете, что у вас уже пуд зерна есть. И все бы в деревне был. Да. И все бы совершенно верно. Офигеть. И все бы в деревне было хорошо, если бы не появилась вот эта машина. Она не только сама молотила, она еще и сама стала вытрясать зерно из соломы. И женщины остались без работы. Благо, русский мужик никогда женщину не обижался. Один раз для них три машины изобрел. Велка, сортировка и триер. И не было у нас в истории государства российского такого позору, как сегодня. Когда мужья отправляют своих жен в спортзал за деньги дурное железо ворочать. А в старину в конце склада зерно высыплю с конца. Дадут, милой, в руки пудовку. Она прибежит, 16 килограмм зерна зачерпнула, прибежала, высыпала. Снова бежит, почерпнула, прибежала, опять высыпала. Подруга у нее стоит 55 оборотов в минуту, крутит. Работа нудная, однообразная в течение всей смены. Чтобы они не сбивались, мужики стояли, считали. Ну, могучий агрегат-то шикарный. Феминистки всего мира и прочие МНСП. Вам сюда, в Коптелово, ручку крутить. Кто сегодня из вас выехал из дома и взял с собой хотя бы один измерительный прибор? Да. Спитометр, кстати, здесь. А раньше мужик из дома не выходил, если с ним не было полного набора измерительных приборов. Метр. Вот, пожалуйста. Во-первых, два фаланга указательного пальца. Это вершок. Пять. Это пять вершков. Длина руки. Оршин. Пол Оршина. Локоть. Руки развели. Сожень. Ага, вот она, косая соженька, да? Косая соженька – это от пальца ноги до вверх вытянутой руки. Все это написано. Так, что у нас на лошадку-то надето? Оглобля. Ну, сбруя. Сбруя. Это большая топалка, как называется? Вот так, что сказали. Оглобля. Соседка к соседке прибежала, орет, говорит, твой отразиня. Моему парню в рот углобля заехал. Так у кого рот-то был разинут. На шее этого лошадки? Это хамур. Хамут. Широкий тремень у хамута? Взялся. Взялся. Загуш. Не говори, что не дюж. Это креулина-то? Да дуга. Дуга. Кольцо-то на дуге для чего? Колокольчик. Регулятор характера лошади. Если локнористы, поводом голову поднимут, она голову не крутит. Колокольчик. Это? Вожжи. Вожжи. А вот эти ремни с наборами? Пона. Попону этого одеяла. Колокольчик. Руя. Это? Да шлея. Шлея? Шлея. Для чего? А вот для чего? Когда лошадь спускается с горы, могут сани на нее наехать, она может выскочить из хамута. Чтобы этого не произошло, у нее существуют ремни безопасности. Вот несколько лет подряд мы выезжаем на день города, в Екатеринбург, на плотинку возьму, пришли с каким удовольствием, смотрим, когда иногда женщины наденут на себя хамут, стоят, ногой бьют, их со всех сторон фотографируют. А в деревне хамут надевали только на испорченную женщину. А что такое? Колокольчики. Кто имел право цеплять колокольчики? Бубенчик, наверное, да? А кто угодно. Только тот, кто несет государеву службу. И каждый, кто услышал тройку с колокольчиком, он должен был уступить дорогу. Поэтому крестьянин цеплять колокольчики категорически запрещалось. И он музыкальный ряд набирал из бубенчиков. Она откуда пришла? Всегда привлекла. Я вот там у лошади забыл спросить, где на упряжи находится СГА. Говорит, не СГИ не видно. Где она находится? И где? Где? Под задницей. Это видно под задницей. Должно спереди. Не СГИ не видно. Я сказал, это кольцо для чего? Это регулятор характера лошади. А вот если бы вы сюда крепили поддужный колокольчик, то вы бы его прикрепили с помощью металлической пластинки, которая называется СГА. Не СГИ не видно, это пластиночки с этой стороны. Ну, то есть такой туман. Мизин, что ли? Да, туман, темно. У меня в голове прямо некоторые пазлы сложились. Столько ответов на незаданные вопросы. Не СГИ не видать. Все же понятно. Так, мужики молчат. А девушки отвечают. Улочек возьму. А что это такое? Подойди поближе. Не видно. Проходите. Сигир по шкафу. Да я подскажу. Что вы женщины обязаны делать, когда у вас муж вернулся домой? Полку брать. И по башке. Я всего утром об этом говорил. Нельзя над мужиками издеваться. Их беречь надо. Их мало. И живут они мало. Накормить, напоить и спать. Но прежде чем будете кормить, поить. Вы обязаны снять с него сапоги. И всегда снимали, пока маленько не оперились. Оперились, снимать не стали. Мужики народ гордый. Уговаривать вас не стали. Взяли, придумали себе приспособление, с помощью которого легко и свободно снимается любая обувь. Потому что вы отобрали сегодня у мужиков сапоги, то у вас гранище в ухе упираться. У мужиков чуть повыше галош остались. А вы говорите, Леонардо да Винчи все изобрел. Все да не все. А здесь мы выясняем, что необходимо было женщине на кухне для обработки молочных продуктов. Чтобы получить молоко от коровы, у нее должен быть... Какой же чугунок? Кто с чугунком шел корову доить? Подойник был. Подойник. А еще у каждой женщины в хозяйстве должен быть и рожок. Для чего? Мерная. Мерная. Ну что вы? Да младенца кормить. Из чего ребенка кормить? Бутыльков не было. Рог вычистили корову, закололи сосок, от вымени отрезали, обработали, молока налили в рот. Да вольняка не приезжает. Школьников перестал спрашивать. Тут одна пятиклассница меня вырубила, а потом долгалась в челюсть, потащить не мог. Я не успел спросить, говорю, ребят, для чего? Она говорит, это же она мужу на лоб наставляет. Кто шагает дружно в ряд? Почему шагает дружно? Правильно, молодцы! Сейчас мы вместе с вами окажемся в настоящей русской избе трехсотлетней давности. Знаменитая изба Бабы Кати. Пошли. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Вот не только стены избы, но весь внутренний интерьер избы был вытесан только топором. Не было у мужика ни рубанков, ни фуганков. И когда крестьянин строил избу, то одним из главных элементов конструкции избы всегда считалось вот это бревно – матица. Матица делила избу на две равных половины. Она имела специальное крепление в стене, чтобы стены не расходились. Она была основанием треугольной крыши. И когда ее строители укладывали, хозяин должен был совершить специальный ритуал. Под один из концов у матицы спрятать монетку, чтобы в доме всегда было богатство. С другой стороны, клок шерсти, чтобы дом всегда был теплый. Очень хорошо должен был угостить строителей. И только после угощения строители начинали накатывать потолок. Потолок накатной, он из целых бревен. А вот пол из половиц – это пополам. Расколотое бревно и уложенное на пол. А нет в квартире матицы, под откус все катицы. На матице имело и другое значение. Если пришли в гости, а хозяин вам не сказал, милости прошу, никто из вас не осмелится, не пройдет на лавку, не сядет. Может, садитесь вот здесь на приступочек. Хоть весь день сиди, решай свои вопросы. Решил, варежки в руки, за дверь и домой. Хозяин не сказал ни одного грубого слова. Но вы поняли, что в этот дом не вхожи и больше не придете, пока вас не пригласят. Но если вдруг пришли гости и сразу уселись к окну под матицу, вот о чем бы они с хозяином не разговаривали? О дровах, о соломе, о поездках, о погоде. О чем угодно могли сидеть, говорить. Но хозяин с хозяйкой сразу знали, что это пришли особые гости. И название этим гостям? Сваты. Сваты. Они пришли за невестой. И задача сватов была незаметна для хозяина с хозяйкой попытаться ногой под лавкой стену достать. Достанут быстро, сватовство успешно пройдет. Не достанут, потрудиться придется. Разговаривать будут сидеть, незаметно делаем это. Дед, дед, дед. Разговаривать будут сидеть до тех пор, пока хозяйка на стол самовар не поставит. Поставила самовар, подала команду. Начинайте свататься. Не поставила, так и уйдете, не солно хлебавший. Будете потом всем говорить, что худой сватается, добрую дорогу показывает. А самое главное, Бога будете благодарить, что вас из избы на ногах отпустили, а могли на баране прокатить. Но если невесту высватали, то ей родители всегда строго-настрого наказывали, что, милая дочь, когда будешь ходить в дом жениха, чтобы хозяйкой в доме быть, надо вперед его на порог ступить. Женихи об этом знали, знают, и по сегодняшний день еще разу не позволяли невестам ступать на порог. Как они это делают? На руках заносят. Она радуется, как ее любят. С первого дня на руках носят. Но это первый и последний раз в ее жизни. И когда вечером собиралась семья, то вот на этих двух лавках сидело 18 человек. Я понимаю, что нам с вами сегодня даже в самом кошмарном сне не приснится, что у нас три снохи и свекровка хотя бы три дня в одной квартире прожили. Понимаете? Вы что, вместе жили? Вместе жили. Понимаете, какая-то была культура, уважение, терпимость их друг к другу. Какой должен быть ритм, когда каждая сноха знала, когда ее очередь у печи стоять, когда в пригоне управлять, когда в поле. Где спали? Старики спали на печи. Кто и был чуть-чуть помоложе, вот здесь на гопсы. Ребятишки обычно спали вот здесь на палатях. Когда они подрастали, и вечером им надо было бежать на вечерке, то бишь на дискотеку, они за ту лавку дрались. Кто победил, тот последним домой приходит. Те родители, у которых был маленький ребенок, те спали на полу, каждый около своей зыбки. А зыбка имела свою науку. Когда отец знал, что у него вот-вот появится первенец, он обязательно должен был сходить в лес и вырубить вот этот очеб. Он старался вырубить его сучковатым. Считалось, сколько на нем сучков, столько у него будет сыновей. Горе было тому отцу, у которого рождались дочери. У того отца лавка была узкая, сваты быстро на гостину доставали, и он без лишних разговоров отправлял их на чужие хлеба. Вспомните, некрасот, семья-то большая, да два человек, всего мужиков-то отец мой, да я. Когда он его нес из леса, он старался им не коснуться земли, чтобы не показывать дорогу в землю. Он должен был хорошо его защистить, загладить, чтобы роды проходили легко. Прежде чем положить ребенка, укладывали котенка. Если котенок спит, ребенок спать будет. Если котенок выпрыгивает, значит, стояв у зыбки, надо повернуть и зыбку сместить в новое энергетическое поле. Что у нас лежит на столе? Это утюг. Это лежит утюг. Совершенно верно. Утюг, который гораздо лучше того утюга, что вам рекламирует современная фирма Тефаль. Вот когда парням вечером надо было бежать на вечерке, им что надо было сделать? Штаны погладить. Только парень начнет свои портки гладить, стоит у стола, гладит. В это время под окном девки свистнули, он убежал. Утром он приходит, смотрит, у него утюг включенный на столе стоит. И штаны не сгорели. Они их наделают в поле. Это настольная лампа. Святец. От полина откалывали лучину, вставляли, поджигали. От наклона лучины скорость горения, яркость свечения. Мало одной лучины, вторую воскнут, зажгут. И пожарная безопасность. И вот я делаю так. Пониже, посреднее, послабее. Ну, как-то так. Почему палати низко сделаны? А, кстати, почему они низко сделаны? Ну, они, может, уклонились? Они сделаны для гордых людей. Заходя в любую избу, вы должны три раза поклониться. Хозяину хозяйки на иконы и палати не мешают. Не желаете кланяться, палати вас все равно заставят. Почему это место узкое и с наклоном? Потому что это место дни прошлого, на их гостей раз съехал, два съехал, в конце концов, надоест, станешь и уйдешь. Все было продумано до мелочей. Про семейный быт Леонид Федорович рассказывал еще очень и очень много. Приезжайте, услышите сами. А нам, судя по всему, пора и честь знать. Покинуть избу бабы Кать. А в люди взрослые, поэтому нет надобности вас спрашивать, как называются эти предметы. Я только спрошу, где у них родина. Ну, тула, что ли? Вот мне всегда стыдно за тех, кто говорит, что тула. Потому что родина самоваров это наш родной Урал. За семь лет до того, как в Туле начали шлепать первые самовары, в Екатеринбурге на таможне уже задержали купца, который ехал с речки Ирги. И он в своей декларации записал, что везет он с собой шесть кури орехов, пять кадушек меду и пудовый медный самовар с приборами стоимость 4 рубля 80 копеек. Таможня самовар у него отобрала. Он семь лет доказывал, что вез самовар не на продажу, для своих нужд. Когда доказал, таможня самовар ему вернула. Вот 8 лет назад мы были в Туле и специально пошли в музей самоваров послушать, что тулики про наш самовар рассказывают. И не зная нас, кто мы, откуда, они нам такой бальзам на душу вылили, когда сказали, говорит, родина самоваров, это, говорит, далекий-далекий Урал. Правда, сами неизвестно, где живут. Так что, где самовары забрели? На Урале. Раскачку. Скажите, у кого из вас дома живет уродец, у которого 4 ноги, 2 уха, 1 нос и большое брюхо? 4. Ну, самовары-то. Конечно, самовары. Всегда кричит. Кто кричит папку, кто говорит кошку. У меня вот кот такой. Кот такой. Я полчаса, стер, да. Он прямо, да, пузнал. А с этим большим ростом еще маленький живет, у которого в носури шетона, голове пуговка, одна рука и та на спине. Так, это чайник на разоварочной. А у молодки, говорит, загорелась в середке, у добра молодца закапала с конца. Ой, не говорите. Я сразу подумал. Это же самовар. Это самовар, конечно, самовар, да. Слушай, ну, если потек, уже все эти волосы не починить. А как в вашем городе называли парня, который каждой девке под юбку заглядывал? У нас вообще-таки порожи были. А у нас всю жизнь порогом зовут. А, да. А о доме думать-то надо. А о доме думать-то надо. А что такое? Рушники. Руки-то чем вытирали? Рукотерниками руки-то вытирали. А тело-то чем вытирали? Телотерниками. Ну, в этом-то возрасте пора знать, что телотерником-то делай. Тело-то всегда вытирали ширинкой. Ну, как. Что? Сложно это все. Не, а как вы своим детям-то читали, говорит, кошка на окошке ширинку шьет, курочка в сапожках избу метет. Ребенок подходил и спрашивал, мама, что такое ширинка? И мама что говорила? Она говорила, сын, это женский головной убор. В каком мире он уже? Говорит, видел, когда я выхожу из душа, у меня на голове всегда намотана ширинка. Ширинка – это длинный узкий лоскут ткани. Это гульфиком называется. Я не сомневаюсь, что вы не раз слышали фразу. У нее, говорит, на лбу все написано. Вот что девчонки у себя на лбу писали, что парни у них на лбу могли прочитать? Что писали, я спрошу? Замужем и замужем. Так. Совершенно верно. Когда женщина шла по деревне, достаточно было загнутым лоб сказать, девушка, женщина, замужем, не замужем, есть ли у нее дети, нет ли у нее детей, бедная, богатая, из какой деревни. То есть все паспортные данные были на лбу. Ну, пойдемте, моделью выйдет. Давай, историк, вставай уже. То есть 16 лет, у вас был шанс понравиться парню. А последняя граница какая? 24. 25. Ну, а если 25 лет исполниться замуж, никто не взял, тогда что? Монастырь. Как это все? Поплачешь маленько, но свою косу расплетешь на две косы. Чтобы вся деревня видела, что по деревне идет старая дева. И парни свататься уже не придут, а только вдовцы. Слышали, Кадышева поет? Если б я знала, что замужем плохо, распряла бы я русу косуньку, досидела б я дома. Ну, это только женщины каются, девка все равно замуж собирается. Что мать наказывает дочери на свадьбе в первый вечер за столом делать? Ничего. Как ничего? Деньги брать. Откуда ты их брать-то будешь, милая? Они дарили, никто? Нет. Первый вечер за столом ты должна сидеть и плакать. Плакать. Потому что если не наплачешься на свадьбе за столом, потом всю жизнь ревешь за углом. А если один вечер поплачешь, а затем вечера, он будет плакать. А вот на второй день свадьбы не имеешь права опростоволоситься. Это что обозначало? Дышать. Это выйти с непокрытой головой. У замужней женщины волосы всегда должны быть спрятаны. У бедной крестьянский платочек, вот, а ты, девка, будешь богатая, поэтому у тебя огню свадьбы, что должно быть приготовлено? Кокошки. Да, кокошник должен быть приготовлен. Кокошник. Но в отличие от кокошника девушки, он должен закрывать затылочную часть. И чтобы показать свое богатство, имеешь полное право на этот кокошник цеплять до сорока предметов. Ситец, атлас, парча, расшит под серебро, под золото. По количеству вот этих бисерных сеточек, идущих по лбу, будут судить, сколько у тебя богатства. В один ряд они сделаны, не в один ряд они у тебя сделаны. Есть у тебя родовой герб, какого-то рода племени, кто твои предки были. То есть вся информация должна быть на лбу. А вот когда она выходила на улицу, то поверх ее кокошника обязательно должен быть повязан красивый полушалок. И в зависимости от того, как концы этого полушалка соединяли, всегда знали, из какой она деревни. Потому что в одной деревне было принято скалывать их на булавочку, в другой завязывать на узел, в третьей деревне косяк носили или на правое плечо, или на левое плечо. Итак, если увидели идущую в таком головном уборе, вы сразу сказали, кто идет? Зима пришла. Замужняя. Раз. Богатая. Два. А это бисер? Это бисер. Ух ты, так это то. Я-то думал, это же шерсть какая-то. Какая же бисер? Если у нее еще даже родовой герб есть. Но у нее есть одна проблема на лбу. Какая? Да детей у нее нет. Детей. Как только появятся дети, она в этом головном уборе уже не пойдет. Она оденет другой головной убор, чтобы все видели, что по деревне идет не просто женщина, но идет женщина-мать. И отношение к ней должно быть совершенно другое. Не в последнее воскресенье, ноября или 8 марта вспоминать святое имя матери, а каждый день. Вообще-то все женщины восприимчивы к всевозможным магическим знаком, символам. И современные девчата в основном ищут эти знания где-то далеко-далеко в заморских странах. Я вот думаю, может быть, ключик от простого женского счастья гораздо ближе. Где-то здесь, в Коптелово. У каждого музея три стадии развития. Первая музей существует, вторая о нем знает, и третья его посещает. Мы сегодня на третьей стадии. Вообще-то типичная такая семейная история. Гурупачаев выезжает на выходные на людей посмотреть, себя показать. Вот как Коптелово нынче. По-моему, мы сегодня узнали, откуда произошли многие пословицы и поговорки. Если честно, вот вообще без шуток, я давно не получала такого наслаждения от просмотра экскурсий, а точнее от экскурсовода. Если бы во время экскурсионной практики я повстречала такого человека, как Леонид Федорович, возможно, моя жизнь бы круто изменилась. Ну, возможно, не только моя. Представьте, гуляли бы мы сейчас с вами по Тюморскому бульвару и объясняла, почему памятник затопленным кораблям именно затопленным, притопленным или утопленным. Ну, правда же, пока есть люди, которые получают удовольствие от того, чем они занимаются, не все потеряно в этом мире. Ну, хоть кому-то что-то нужно в этой жизни. Ну, например, нам с вами. Нам нужно было узнать что-то новое в путешествии по большой стране. Мы это сделали. Мы же узнали, как выглядит поэтический заяц, а как прозаический, каковы тонкости ксилографии, где находится сга и откуда ее не видно, кто мог ездить с колокольчиками, где на самом деле родина первого самовара, почему переносили невесту через порог, что должна сеять женщина, а что мужчина, такое разделение труда, и как выглядела настоящая русская швыринка. Ну, я думаю, каждый сделал какой-то вывод для себя. А на этом пока все. Смотрите нас на сайте, ютубе, и не забывайте подписываться на наш инстаграм. Я с вами не прощаюсь, я говорю до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова